День космонавтики Это такой краткий срез событий, ну а теперь перейдем к полному анонсу выпуска. Подбежающий и легкий, но сильно ли окрошка облегчит кошелек Ставропольца? Вместе почитаем. День космонавтики 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 И они знают День космонавтики 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 для предпринимателей. В Ливиномысске работает территория опережающего социально-экономического развития с упрощенными процедурами ведения бизнеса. И, кроме того, коммерсанты могут взять в краевых фондах дешевые займы под минимальный процент. Привлекать инвесторов поручили региональному Минэкономразвитию и главам территории. Самая главная задача, которую перед нами поставил президент, это рост реальных доходов наших с вами граждан. А рост реальных доходов может быть только связан только с одним, с наличием большого количества рабочих мест. Чем больше работы, тем больше зарплата. Чем больше инвестиций, тем больше работы. Ну что ж, первая часть выпуска позади, но впереди еще немало интересного в эфире. Итоги на своем, не переключайте. Приятно жить у воды, но только если это не гигантская вечная лужа. Когда в Михайловске отремонтируют улицу, Никто не забыт, как подготовиться к акции «Бессмертный полк» и бесплатно распечатать фотографии дедов и прадедов. Мы узнали. Главный летний суп, освежающий и легкий. Но сильно ли окружка облегчит кошелек Ставропольца? Вместе подсчитаем. Мы продолжаем. Россияне активно планируют отдых на Майске. В связи с закрытием границ Турции, из-за эпид-обстановки там на первый план вышли альтернативные направления. Судя по опросу, одного из сервисов бронирования чаще всего сейчас ищут билеты в Черногорию. Интерес к стране вырос на 100%. Далее следует Греция, плюс 98% активности. Следом Египет и Кипер, плюс 84% и 82% соответственно. Среди российских курортов также высокий спрос. Топ-3 направлений – Сочи, Крым и наши минеральные воды. Ну вот, чтобы куда-то поехать, согласитесь, нужна соответствующая инфраструктура. На Ставрополье сформируют карту ямочного ремонта на основе предложений местных жителей. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Он провел совещание по вопросам ремонтных дорожных работ. Напомню, по инициативе губернатора свои пожелания ставропольцы оставляли в личных аккаунтах главы региона в соцсетях. Поступило почти 500 обращений. Их обработало Краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта и передало в муниципалитеты. Владимиров поручил региональному Миндору проработать вопрос о выделении дополнительного финансирования территориям, чтобы провести работы на всех запланированных к ремонту участках. Личные люди и просьбы. Обратите на них внимание. Есть проблематика, связанная с нехваткой денег. Обратите внимание, путь мы найдем. И есть задача. 1 мая, она основная, но исходя из погодных условий, для территорий, где на сегодняшний день идут дожди, мы можем продлиться до 20 мая. На сегодня к ямочному ремонту уже приступили в 26 территориях. Всего в 2021 году на Ставрополье планируют отремонтировать около 600 километров дорог. И неплохо бы провести ремонт и на одной из улиц Михайловска. К нам в редакцию обратился житель города. Он пожаловался на плохую дорогу на переулке Кавказском. Таксисты не берут туда заказы, а скорая помощь доезжает с большим трудом. Мы тоже отправились на адрес. И не мы одни, кстати. Леонид Нечапуренко погрузился в проблему. Жители переулка Кавказского в Михайловске каждое утро встречают на берегу у воды. Но их такая идиллия совсем не радует, потому что берег это огромной лужи. Сами люди называют ее вечной, потому что не пересыхает она даже в жаркие летние дни. Вода растеклась от края до края дороги. И не объехать ее, и не обойти. Владимир Анатольевич занимался секретной работой. Участвовал в ядерных испытаниях. Потом ушел на пенсию, переехал в Михайловск. И оказалось, что дорога возле его дома такая, что на ней будто и вправду бомба взорвалась. Дети не могут ходить гулять. Дети бросают камушки, сидят, имитируют удочки. Мамаши с детьми не могут ходить и гулять здесь свободно. Скорые помощи не хотят ездить, потому что эта лужа начнет вонять. Таксисты не хотят ехать. Как только скажешь, что у нас Кавказский переулок, о, у вас там такая дорога. На дорогу ругаются и водители, и пешеходы. Тротуара нет, пройти можно только по проезжей части. Фонари не горят, зато есть много кочек и ям. Из-за этого случались и падения, и травмы. Вот так, как упала в эту яму и лежу. Никого нет. Я даже на коленках, на коленках поползла, вылезла. Вот так. Уже два раза я падала. Если навстречу едет машина, пешеходу нужно прижаться к обочине. А та больше напоминает стихийную свалку. Кругом бутылки, пакеты, картонки. Вот я не знаю, откуда мусор берется. Вот его, посмотрите, сколько. Это годами мусор. Его сейчас даже, историю этого мусора не найти, не вычислить. Кто его сюда бросил, вот если был бы здесь порядок. В прошлом году жители написали коллективное обращение в администрацию округа. Власти обещали помочь, и техника приехала. Правда, только сейчас, почти одновременно с нашей съемочной группой. Сами представители администрации заверили, что эти факты не связаны. Рабочие просто ждали подходящей теплой погоды, и теперь обязательно все исправят. Пройдет спецтехника, будет произведена подсыпка, и дорога будет приведена в надлежащее состояние. То есть будет ровная, без промоин, без ям. Правда, заасфальтировать этот участок пока не получится. Деньги на это можно выделить не раньше следующего года. Зато избавиться от мусора задача несложная. Впереди большой городской субботник. Уборка пройдет и здесь. Чистоту наведут. Но вот получится ли ее поддерживать? Поверьте мне, сейчас уберут вот это. Через две недели здесь опять будут бутылки, банки и все остальное. И мусорные пакеты, которые они из дома выносят, не в мусорный контейнер, как она положена. А идут по дороге домой, просто бросили и пошли дальше. Это проблема жителей, проблема менталитета, к сожалению. Пока мы вот это не исправим, оно чище не станет. Жители Кавказского теперь довольны. Праздник все-таки пришел и на их переулок. За работой техники наблюдают, как за захватывающим спектаклем. И все-таки вода отступает. Пока мы снимались, дополучную лужу все-таки засыпали. Теперь через нее можно перебраться. Пусть аккуратно, по камушкам, стараясь не промочить обувь, но теоретически это возможно. Техника сюда должна еще вернуться, чтобы довести работу до конца и доказать, что вечного в этой жизни не бывает ничего. Даже луж. Тем временем Ставропольцы начали готовиться ко Дню Победы. Особенно те, кто хочет участвовать в акции «Бессмертный полк». Для шествия нужно заранее подготовить портреты дедов и прадедов, которые воевали. На каких носителях принести, где оцифровать и как распечатать. Ярослав Лапин подготовил сюжет-инструкцию. «Бессмертный полк» — это одно из самых массовых мероприятий, которые проводятся 9 мая. Миллионы россиян выходят на улицы с портретами своих героев, которые победили в Великой Отечественной войне. И с каждым годом участников этой акции становится только больше. Это Лапин Иван Иванович, мой прадедушка. И вам его на телефоне, конечно же, не видно. С таким крошечным изображением вставать в ряды «Бессмертного полка» мне не хочется. А значит, нужно сделать портрет побольше. Но не у всех дома есть цветной принтер. Решить проблему можно в многофункциональных центрах. Это уже добрая традиция. Мы более пяти лет распечатываем фотографии ветеранов войны. Можно в любом офисе МФЦ, их у нас в городе пять, совершенно бесплатно распечатать фотографии ветеранов войны для участия в акции «Бессмертный полк». Акция, напомним, проводится по всей стране. 9 мая участники шествия проходят колонны с портретами родственников. Нет ничего сложного в том, чтобы подать такую заявку. Достаточно подойти к администратору в МФЦ и попросить его об этом. Здравствуйте, можно, пожалуйста, заказать фотографию для «Бессмертного полка»? Здравствуйте, конечно, можно. Администратор готов принять снимок практически в любом формате. Можно оставить подлинник фотографии, отослать изображение на почту или же принести с собой электронный носитель, например, флешку. Также нужно оставить информацию о ветеране. Имя, годы жизни и военное звание. Даже если они неизвестны, заявку все равно примут. Сведения сразу передаются буквально в соседний кабинет. Изготовление занимает ориентировочно до трех дней. Это при большом потоке. Изготавливается в нескольких форматах по вашему желанию выбору. Также по желанию они ламинируются. Для того, чтобы не один год можно было использовать, а в последующем и так далее. То, что человек хочет увидеть, мы это и стараемся сделать по максимуму. В МФЦ даже разработали специальную программу, которая очень быстро позволяет создать изображение с фотографий и всей указанной информации об участнике войны. Как только дизайнерская работа завершена, остается только пустить картинку в печать. Учитывая, что очереди пока нет, готовую заламинированную фотографию мне отдали уже через 10 минут. Все, готово. Теперь о Лапине Иване Ивановиче все узнают на «Бессмертном полке». Показать не стыдно. Напомним, изготовить портрет формата А4 могут в любом отделении МФЦ. Кроме того, это можно сделать на специальном сайте и при помощи QR-кода, который вы прямо сейчас видите на экране. Ярослав Лапин и Иван Фильянов. Ставропольское телевидение. Ну а весна влияет и на гастрономические предпочтения ставропольцев. Чем теплее на улице, тем более популярной становится окрошка. Свежий холодный суп, способный утолеть ей голод и жажду. Но как традиционное блюдо повлияет на семейный бюджет? Сколько придется потратить на кастрюлю или одну порцию окрошки? Чтобы это выяснить, Леонид Нечапуренко провел очередной кулинарно-экономический эксперимент. Первым делом, разумеется, определиться нужно с главным. На квасе наша окрошка будет или на кефире? В последнее время об этом много спорят. Если брать исторический аспект, то такой вопрос вообще не стоит. Первое упоминание о кефире датировано 1867 годом. Массово его производить начали вообще в 20 веке. То есть исторически в России всегда окрошку делали на квасе. Но есть и другой аспект. Если брать данные соцопросов, то на юге России, на северном Кавказе и, конечно, в Ставропольском крае большинство жителей предпочитают окрошку именно на кефире. А мы на своем ТВ привыкли учитывать предпочтения и вкусы наших зрителей. Поэтому на кефире сделаем наше блюдо и добавим туда минералочки. Она у нас своя, ставропольская. При выборе колбасы нужно быть особенно внимательным. Очевидно, что это будет самый дорогой компонент нашего блюда. И здесь важно не переплатить и ориентироваться на среднюю цену по Ставропольскому краю. И вот тут есть один важный момент. Когда перед Новым годом мы высчитывали стоимость оливье, средняя цена на вареную колбасу в Ставропольском крае составляла 350 рублей за килограмм. Сейчас, за 4 месяца, она уже выросла до 366. 16 рублей увеличение. Сами считаете, много и это или мало. Но сам факт подорожания не вызывает сомнений. Это официальная информация. Ну что ж, берем колбасу по средней цене. Дальше у нас в списке покупок яйца. В декабре они стоили 70 рублей за десяток. Сейчас цена поднялась уже до 80 рублей. А ведь скоро Пасха. Продукт явно будет пользоваться спросом. И сэкономить на нем у людей, выходит, не получится. Ну, без яиц окрошку не сделаешь. Поэтому берем десяток и кладем их все в одну корзину. Хоть пословица этого делать и не велит. Ну и, разумеется, без посещения овощного отдела не получится приготовить окрошку. Первым делом берем картофель. В декабре он стоил в среднем 29 рублей за килограмм. Сейчас цена поднялась до 40 рублей. Фиксируем этот факт. Берем несколько картофелин и перемещаемся чуть дальше. Нам еще нужна редиска, огурцы и зелень. Огурцы зимой мы брали соленые. Сейчас нужны свежие. По данным Росстата в Ставропольском крае они стоят 140 рублей за килограмм в среднем. Но здесь есть даже дешевле, по 127 рублей. Они, правда, гладкие, но для окрошки, я думаю, все равно пупырчатые огурцы будут или гладкие. Берем еще зелень, зеленый лук, укроп и несколько редисинок тоже возьмем, чтобы сделать вкус нашей окрошки пикантней. Здесь редиска у нас стоит 120 рублей за килограмм. Корзина полна продуктами, все пункты списка выполнены. Пора двигаться на кассу, расплачиваться и приступать к основной, кулинарной части. Раз уж мы затеяли окрошку по телевизионному, то и готовить ее, логично, не в одиночку, а коллективными усилиями с помощью журналистов нашей редакции. Вообще, блюдо в приготовлении несложно. Ну что там, взять все компоненты, измельчить их и смешать в одной большой кастрюле. Самым непростым здесь представляется именно посчитать стоимость этой кастрюли. Это я беру на себя. Итак, коллеги готовят. Я считаю, процесс начинается. Здесь каждый занимается тем, что ему ближе. У редакторов хорошо получается резать. У корреспондентов смешивать все в одну кучу. Если надо, добавить воды, а то и перца, чтобы получилось как можно острее. Для густоты и вкуса используем сметану. Телевизионная окрошка получилась ароматной и аппетитной. Но вот насколько дорогой. Итак, наше весеннее свежее блюдо готово. Результаты подсчетов тоже. Получилось, что такая вот внушительная и аппетитная миска обошлась в 430 рублей. Здесь 10 порций. Выходит 43 рубля за одну порцию. Это, конечно, поменьше, чем обошлась бы тарелка окрошки в столовой или в кафе. Но все равно слишком уж дешевым это блюдо не назовешь. Стоит учитывать, что некоторые компоненты здесь сезонные, они летом могут подешеветь. Поэтому остается надеяться, что когда настанут жаркие деньки и окрошка превратится в самое востребованное первое блюдо, стоимость такой тарелки как минимум не увеличится. Леонид Нечапуренко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. И на этом все. Это были итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok